Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня будет закупка продуктов в магазине Лента. Первая, так сказать, после Нового года. На самом деле, не планировала я туда ехать, но у нас закончился хлеб, булка и молоко, поэтому мы решили заехать. Плюс решили сделать шашлыки, точнее, муж захотел сделать еще шашлыки, поэтому решили заехать. И заехала я в этот раз в Ленту не в ту, которую обычно езжу, а, в общем, другую, в черте города, так сказать. Моя Лента, она находится на выезде, скажем так, из города, а ту, в которую мы заехали, находится в черте города. И на самом деле, я теперь многих понимаю, почему некоторые говорят, что не любят магазин Лента или то, что им не нравится, или не то, что я показываю в своих покупках. Некоторые, например, просто не могут найти в ассортименте то, что показываю я, и та Лента, в которую я обычно езжу. В этой Ленте находится рядом Олис, как раз-таки, где сидят, ну, руководители, наверное, этой Ленты, можно так сказать. И разница, на самом деле, очень сильно ощутима. В ту Ленту, в которую обычно езжу я, ни разу такого не было, чтобы в мясном отделе или в рыбном отделе я стояла и ждала продавца. Причем стояла и ждала его более пяти минут. Это вообще, на самом деле, для меня очень необычно. И ассортимент Ленты, ну, скажем так, совсем практически другой. Очень мало продукции именно самой Ленты, вот 365 дней или с маркировкой Лента, очень мало фасованных. Того же мяса, например, которые уже идут в упаковке, расфасованного, вот с маркировкой Лента, да, или 365 дней тоже Курицы или еще чего-то. На самом деле очень мало. В основном Петелинка, Мираторг, вот такое все. Для меня это, на самом деле, прямо открытие целое, потому что я все время, вот на протяжении многих лет, езжу в одну и ту же Ленту. И всегда, на самом деле, удивлялась, когда мне говорили, что, ой, Наташа, там, а я не люблю Ленту, там, или еще что-то. Тот же ассортимент, например, фруктов, ту Ленту, которую езжу я, она намного лучше. Поэтому я, мы там с мужем, так сказать, побродили такие, как будто бы не в Ленту совсем попали. Вот, и получилась у нас совсем небольшая закупка, где-то примерно на 5 чем-то тысяч, ну, потому что купили еще большой кусок мяса, шашлыки. В общем, сейчас вам все покажу. Итак, вот такая небольшая у меня закупка получается. Давайте по-традиции начнем с мяса. Значит, купила горбушу по 159 рублей. Она была со скидкой, вот как в чейке. Две штучки. Очень, кстати, такая хорошая, прям свеженькая-свеженькая. Поэтому я взяла две. Не знаю, наверное, разделю их. И горбушу просто обычно запекаю в фольге в духовочке. Так же, как и форель радужную. Тоже по 359 рублей. Тоже такая прям свежая была. Поэтому я решила взять. Сейчас пока брошу в морозилке. В морозилку, наверное, начали форельку сделаем, а потом горбушу. Дальше. Здесь у меня фарш. Немножко его. Почти килограмм по 247 рублей. Это домашний фарш. Так же с мужем взяли вот такой кусок. Это шея свиная. Хотим сделать шашлыки по 259 рублей. Прям такой огромный. Огромный. Сейчас мы его замаринуем. И сделаем завтра шашлыки. Вот. Так же здесь у меня сосиски. Две упаковки взяла. Это я хочу либо пиццу, может быть, сделаю. Либо сосиски в тесте мальчишкам. Бекон вот такой. Дальше здесь у меня колбаска. Вот такая невская трапеза какая-то кремлевская. И вот такой салями итальянская дымов. Тоже, кстати, очень вкусная. Так. Немножко молочки. А, еще этот кетчуп мистер Вика. Кстати, нам очень нравится этот мистер Вика кетчуп. Он не такой уксусный прям совсем. Поэтому очень хороший. Хайнс нам не нравится. Он прям весь уксусный. Молоко, как обычно, большую упаковку. У нас молоко никто не пьет. Я уже говорила, поэтому мы его там на блинчики в кофе добавляем. Что-то такое делаем. Сметану 10% такую взяла в доме в деревне. Так. Дальше у меня здесь две упаковки творога из Вологды. Очень, кстати, вкусные. Но в этой ленте не было большой упаковки. Поэтому я взяла вот такие две. Мы обычно на еду и на... Как это называется? На сырники используем. Взяла вот этот соус. Кстати, давно не брала сметану от Простоквашина. Он очень вкусный. Один с грибами вот такой. И второй с огурцами и зеленью. С огурцами и зеленью очень нравится моим детям. Кстати, он такой немножечко кисловатый получается. Очень вкусно. Его и на заправку. И просто так с чем-то кушать. Очень вкусный. Также взяла творожную массу. Что-то мне очень сильно захотелось. С изюмом, наверное, надоели все эти новогодние праздники. Поэтому захотелось творожную массу. Вот такую взяла. Вот клевер марка, да. Дальше здесь хлеб-булка. Хлеб лентовский-тостовый. Столовый каравай. И еще два батона вот таких от хлебного дома взяли. Так, тут немножко фруктов. Взяли хурму. Вот эту свечку. Кстати, свечка очень вкусная. Хурма нам понравилась. Я ее как-то уже брала. По 169 рублей. И в ленте была скидка 30% на все фрукты. Свежие. Дальше виноград. Вот такой черный. По 149 рублей. Взяла, кстати, тоже такой хороший. Здесь у меня груши. Тут пакет из-за них порвался. Груши-конференц. Вот они получаются. Видите, весь пакет из-за дрался. По 149 рублей за килограмм. Дальше яблоки. Вот такие. Галла Молдавия. Кстати, вкусные тоже яблоки. По 65 рублей. И бананы. По 39 рублей. Тоже веточка хорошая. И также взяла, по-моему, 65 рублей. Вот стоила вот такой салат. Айсберг. Тоже у нас тендоры, огурцы еще остались. А вот как раз сделать салатик. Шашлык. У меня еще картошка. Вот такую сетку взяли. Потому что на развес в той ленте не было, в которой мы были. Поэтому взяли сетку. Также здесь. Ну, это муж. У меня, как всегда, фанта Пепси. Взяла еще кондиционер себе вот такой. И здесь у меня для собаки. Макароны. Макароны. Вот такие две упаковки. Потом это ячневая крупа. Пшенка. И перловка. Тоже две упаковки. Это ей докупили. И также там были вот такие. Это Катам. Вот такие пакетики. Паучи. Они по-другому называются. Да? Со скидкой. Вот такие взяла. И еще появились вот такие новенькие. Я не знаю, что это такое. Какой-то ханти. С витаминами и минералами. Вот такие. Поэтому я взяла две упаковки. Вот вторая. С говядиной курицей. Правда. Попробовать. Будут мои привереды кушать или нет. Так что вот такая получилась небольшая закупка. Сейчас покажу вам чек. И вот чек. Итого сумма составила 5108 рублей. Скидка 1554 рубля. И, кстати, на кассе мне дали вот этот журнальчик. Хотя вроде бы в конце месяца идет. Видите, скидки есть. И тут, кстати, очень интересный рецепт. Я сейчас посмотрела. Нежный паштет из субпродуктов. У меня тут отсвечивает. Посмотрите, как прикольно. Кому нужно, нажмите на паузу. Может быть, кому-то пригодится. Вот так вот он выглядит. Видите, как засервировано еще красиво. Мне вообще очень нравится вот этот журнальчик. Вот здесь вот у нас овощная лапша из корнеплодов. Вот кабачки тоже. Вот, кстати, жареные кабачки. И к ним тоже очень интересный соус, на мой взгляд. Соусы, сметаны и аджики. Вот, мне кажется, вообще классно. Кому тоже интересно, нажмите на паузу и спешите себе. Но мне кажется, вообще, посмотрите, как еще соус этот аппетитно выглядит. Мне кажется, вообще классно. Я знаю, что мне вообще не везде дают вот эти вот журналы. Но, видно, все зависит. Я даже не знаю, что, наверное, от ленты все-таки. Потому что я знаю, мне девочки писали, что спрашивали, и им все равно не дали. Вот это вообще, смотрите, какая вкусняшка. Творожные пончики с карамелью. Тоже кому нужно, нажмите на паузу. Вдруг вам пригодится. Так что, девочки, я так понимаю, что многое, очень многое зависит непосредственно от самой ленты. И я в этот раз убедилась, что на самом деле, да. Потому что раньше, когда мне писали, я удивлялась. Думаю, ну лента, наверное, везде лента. Оказывается, нет. Вот видите, домашний творог из топленого молока. Тоже, если кому нужно. Вот рецептик такой. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал. Ставьте пальчики вверх. Мне это очень приятно. Всех люблю, целую. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok